Ну что ж, добрый день, дорогие друзья! Добрый день, юные леди, добрый день, юные мужчины. Если не юные, это приятно. Мы начинаем нашу встречу с теми, кто любит... Какой сериал? Закрытая школа! Правильно, Закрытая школа. Сегодня Закрытая школа превратилась из бара лёд, поэтому думаю, что сегодня действительно будет по-классному, во всех смыслах слова, классно. Итак, с большим удовольствием хочу пригласить сюда наших актёров, которые мы ждали. Давайте так, я буду называть имя, а вы фамилию. Итак, Анфиса Вистенгаузен и Сергей Ваши аплодисменты! Ну что, друзья, занимайте свои места, вам слово. Бурные аплодисменты, они появились. Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады всех вас здесь видеть. Мы рады, что вы пришли, мы вас всех очень ждали, собирали очень долго, и вот, наконец, это случилось. Мы делаем такую встречу в первый раз, поэтому сразу извиняемся за все возможные накладки. Ну так вот, многие не смогли, ребята, приехать, которые хотели приехать. Они потому что живут в других городах. И вот мы постараемся задать здесь все их вопросы. Да, они нам написали в интернете, а мы распечатали. Друзья, можно вот те люди, которые там вот сейчас за... Вы садитесь, садитесь, которые за нашими актерами, как-то пересеять, чтобы вы не смотрели спину. Может быть, вот поставили какие-то стульчики, чтобы, так сказать, не стоять за спиной. Итак, сразу мы хотим ответить на такой вопрос. Самый задаваемый, почему мы не добавляем в друзья? Ну, я, например, не добавляю, и, в общем-то, ты тоже. Потому что у нас в друзьях находятся самые близкие нам люди, то есть одноклассники, самые лучшие друзья, родственники. Вот, там у всех же есть двоюродные братья и сестры. И я просто не понимаю еще, зачем нужно добавлять друзья. Просто если вы в подписчиках, можно, в принципе, общаться в подписчиках, правильно? И почему мы не отвечаем на сообщения? Потому что у нас мало времени. Ну, еще, да, как раз, вот если вот считаю, вот то, что Анфиса сказала, то, что вот если в подписчиках можно общаться, опять же, у нас подписчиков, ну, вы знаете все, что у нас их немерено. И поэтому мы не успеваем со всеми общаться. Вот для этого, собственно, и сделана вот эта встреча, чтобы мы с вами вот здесь пообщались. Вы позадавали вопросы, мы какие-то интернет-вопросы здесь задали. Ну, и так далее. В общем, тут кое-что распечатали, там, в группу и со стенок вопросы. Давай я начну. Так, задает... В общем, мне в группе тут задали такой вопрос, что у меня, значит, у тебя очень красивая фамилия, ты знаешь ее историю зарождения. В общем, так, моя фамилия Вестингаузен, она немецкая. Она переводится как западный домик. Эту фамилию носили еще давно на Западе. В общем, ее носил граф фон Вестингаузен, который жил в Прибалтике. Вот, это все, что я знаю. Прикольно. Спасибо. Диана Шагимуратова. Меня мучает вопрос все. А как вы будете встречаться с Кристиной, если вы живете в грязных городах? Здесь так и написано. Так вот, как ездить друг к другу, еще там много разных способов общения через скайп, через контакт у собаки. Вот теперь ее. Так, мне задает Лера Сушкевич. Скажи, пожалуйста, а ты хорошо общаешься с Алиной Васильевой и с Габей Бровиной в реальной жизни? Ну, так сказать, я вот с Алиной больше общаюсь, не знаю, потому что просто я все время сижу, мы с ней вместе в гримерке сидим, поэтому я с ней больше общаюсь. Так, у меня мало времени, у них тоже все время съемки какие-то, поэтому они уже дальше живут, мы далеко живем, так что я с ними, в принципе, не получается так общаться, хотя было бы хорошо, если бы я с ними общалась. Так, теперь вот я хочу сразу на два вопроса ответить. Чем увлекаешься и твое хобби? Это я легко отвечу, это задали вопросы Лизаветочка Стреколовская и Дашенька Сераштанова. Как бы мои хобби? Мне вот сейчас в последнее время нравится собирать кубик-рубик, это, конечно, тяжело, но это очень интересно. Во-первых, во-вторых, я сейчас в последнее время еще тоже начал увлекаться, даже не в последнее время, в последние два года начал увлекаться игрой на гитаре, и вот сейчас я вам тоже сегодня, надеюсь, что-нибудь смогу исполнить. Вот, в принципе, и все мои хобби, еще я, ну, не знаю, за братиком ухаживаю, это мое тоже самое любимое хобби. Дальше, у меня такой вопрос, точнее, они очень близкие. Что тебе ближе, наука или искусство? И еще было много таких вопросов, как ты учишься в школе, какие у тебя оценки? Я сразу говорю, что искусство мне, конечно, ближе, потому что наука, это реально не для меня. Вся эта математика, у меня, конечно, физики еще нет, потому что я в шестом классе. В общем, я не знаю, как я в следующем году, конечно, буду все вытягивать, но как-нибудь попробую, потому что у меня много троек, ну, и двоечки тоже есть. Нет, в году, конечно, нет, но тройки есть, и их достаточно много, даже по труду, по-моему, четверка и по физкультуре. В общем, пятерок нет. Ну, и ладно. Так, следующий вопрос. Твой любимый торт? В общем, я люблю сладенько вообще, так-то. Можно с безешкой торт, можно там кофейный какой-нибудь. Вообще, я люблю торты. У всех любят, да? Да. В общем, мне тут тот вопрос прислал. Кто твои лучшие друзья? Во-первых, вот они сидят здесь, сейчас со мной. Это Алина Ульшина и Марина Ерофеева. У меня тоже есть еще одна лучшая подружка, но она не смогла приехать сегодня, потому что мы очень все, как бы, очень любим баловаться, драться, и она на домашнем аресте. Очень жаль. Вот. Так, дальше какой вопрос? Так. Почему Сережа никому не отвечает? Ну, я уже сказала, что у меня нет времени. И, во-вторых, я же общаюсь не только вот со всеми вами, ну, как сказала Анфиса, с подписчиками. Еще же у меня есть мои вот, как бы, друзья, с которыми я давно знакома. Как бы, мне с ними тоже хочется пообщаться. Я не успеваю отвечать всем, как и Анфиса. Вот и все. Так, вот тут мне задали вопрос. Маргарита Соломкина. Ты увлекаешься спортом? Сейчас я, как бы, не особо увлекаюсь спортом. Раньше ходила на плавание, но поскольку я еще и пою в музыкальной школе, то у меня начало закладывать нос, в общем, аллергия на хлорку. И мне пришлось уйти, хотя я очень люблю плавать, просто вообще обожаю. Вот. Потом я ходила на волейбол, несколько занятий. Но потом я что-то перестала, даже на два. Потому что у меня начались съемки, была закрытая школа, там еще что-то. Я в театре также работаю. И поверьте, спектакль один — это лучше любого урока физкультуры. Вообще там просто столько энергии выбрасываешь. Так что можно считать, что это спорт. Так, следующий вопрос. Какую музыку ты любишь? Сейчас я увлекаюсь исключительно роком, как американским, австралийским, так и любым другим, даже российским. Любимая группа у меня, я слушаю Нирвану. Конечно, она распалась в 94-м году из-за смерти их солиста. Все равно, как бы, эта группа, вот это реально круто. Еще Red Hot Chili Peppers, планирую пойти на концерт. И много всех вообще разных. Ну, в основном, рок. Вот, еще Анастасия Беседина спрашивает, тоже про школу. Она спрашивает, то есть, если во время школы ты снимаешься, то ты везунчик. В принципе, да, потому что я очень много пропускаю школы. С одной стороны, это очень хорошо для меня, а вот для учителей не очень хорошо. И она спрашивает, в какой школе какой твой любимый предмет? Я очень люблю английский, не знаю почему. Мне очень нравится учить там всякие, ну, не слова, я просто очень люблю времена учить, не знаю почему. Ну, физкультура тоже неплохая, если бы у нас была нормальная учительница. Ну, и биология тоже, на ней можно побаловаться нормально. Так, следующий вопрос. Любимый вид спорта? Этот вопрос задавался мне неоднократно. И сейчас я хочу ответить всем разом. Мой любимый вид спорта – шахматы. Да, шахматы и настольный теннис. Это, правда, интересные виды спорта. Я не понимаю, почему все думают, что если ты занимаешься шахматами, значит, это какой-то ботаник или что-то типа того. Каждый занимается тем, что ему нравится. И я считаю, что это такой даже как бы призыв или вот как бы лозунг вообще всей жизни. Вот мне тоже такой вопрос уже не первый раз задают. И Елизавета Виноградова, думаю. В общем, Анфиса, вот ты снимаешься в ЗАШе. И у меня вопрос. Смотрела ли ты все серии? Или хотя бы один сезон? Нет, я не смотрела. Я смотрела что-то в начале немного, потому что у меня еще... Сколько она уже идет? В общем, я не смотрела. Я только начала третий сезон. Вот вроде бы весь смотрела. У меня, по-моему, две серии я только пропустила. Потому что у меня вчера и позавчера были съемки. Сегодня посмотрю их с удовольствием. У меня все. Бедненький. Вот. Так, что еще тут? В каких рекламах ты снималась? Спрашивает меня Настя Опарина. Во-первых, сниматься я начала в рекламах... В первой рекламе я снялась четыре с половиной года. Эта реклама называется «Сосиски-папури». Да, смешно. Вот. Потом это уже давно было. Очень тоже в пять лет, где-то в шесть. Самый рекламный возраст. Я снималась в молоке «Веселый молочник». И, в общем, в напитках. И сок. Еще, по-моему, веселый какой-то сад там. Не помню. А, фруктовый сад вот. Вот. Еще «Майонез провансали», «Киндер сюрприз». И «Детский мир». И еще «Центр обувь». Но это не реклама. А там я просто фото... Фото, в общем. Фотосъемка. Хорошо, я вспомнил. Так вот. Еще задают такой вопрос. Но, в основном, пацаны, мальчики. Какой твой любимый футбольный клуб? Лично я вот как бы не особо такой страстный болезньщик. Но у меня есть любимая команда по футболу российская. «Локомотив Москва». Ну, вот, в принципе, все. Дальше меня спрашивает Софья Николаева. Анфиса, как ты относишься к своим клонам? Да, давай ты. Резко и отрицательно. И я так же. Я вообще не понимаю, зачем это делать. Чтобы... Все равно это не они. Давайте вспоминаем дальше. У меня еще был такой вопрос недавно. Вы знаете ли, чем отличается клон и... Или... Ну, вот он, да. В общем, вот ролевик. Я сказала, что я, в принципе, не вижу в этом разницы. Но потом мне объяснили, что это совершенно разные вещи. Что вот клон — это тот, кто хочет повторить человека. И как бы хочет, чтобы все его считали за этого человека. И вот он еще со микрофоном. Ой, спасибо. Ролевик — это, я так понял, совершенно другая вещь. Это как бы берут имя и фамилию из какой-то роли и начинают вот как бы... Ну, они там создают свои дочки-матери, там всякие семьи, там начинают за это все играть, там жениться, разводиться. Да будет так. Задавай мой вопрос весьма. Как мы попали в закрытую школу? Я, например, я туда не ходила на кастинг. Меня пригласил знакомый режиссер. Дело в том, что мой первый полуметражный фильм — это «Сказка есть». Он снимался еще четыре года назад и до сих пор не вышел. У них там какие-то проблемы. В общем, продюсер сказал, что он должен выйти в сентябре. Вот. Потом... Это как раз тот режиссер, который у нас снимает «Зэше». Вот он позвонил и пригласил меня посмотреть на меня, подхожу ли я по росту. Все равно я его выше. Вот. Как... В общем, посмотрели на меня, посмотрели и сказали, что ты подходишь, мы тебя берем. Вот, в общем, так. Так вот, как я попал? В общем, если кто знает, в 2010 году я снимался в фильме «Елки». И режиссер, который закрытая школа, самый первый, сейчас он креативный продюсер, Олег Асадулин, он пригласил меня, потому что увидел в этом фильме. И вот как бы провел со мной пробы. Не знаю, чем, но я ему почему-то понравился. И как бы он меня взял. Собственно, и все. Да, давайте теперь вы будете задавать вопросы. Но только, пожалуйста, давайте поднимаем руку и... И вот так вам будут подходить на... Марина, сейчас мы им дадим один микрофон. И вы только руку не перебивайте и говорите, кому адресован вопрос. Да. Вопрос вам двоим. В каком фильме или сериале вам больше всего понравилось сниматься? Ну, тоже такой часто задаваемый вопрос. Ну, он вполне такой адекватный, интересный. Больше всего мои любимые темы, которые я занимаюсь в проекте, да, да, Легавы. И там мне очень нравится. Я играю с потрясающей актрисацией Евгенией Дмитриевой и актером Эдуардом Флеровым, кто знает. Ну, в общем, вот мне с ними очень нравится сниматься, потому что они там играют моих родителей. И как бы работать вот когда партнер с тобой, какой-то вот грамотный, настоящий партнер, вот как Анфийска со мной. В общем, это гораздо улегчает, ну, как бы всю работу. Я даже не знаю, у меня тоже сейчас снимаюсь в проекте, полнометражный фильм, называется «Частная пионерская». Он, кстати, тоже там снимается. Вот. Мне там очень нравится сниматься. Вот у меня вчера был второй съемочный день. Там очень, очень, там правда очень интересно. Там про пионеров. Мне вчерашние съемки очень понравились. У меня никогда не было таких веселых съемок, как вчера, потому что там была собака. Ну, вы сами понимаете, что дети любят животных, особенно я собак просто обожаю. У меня, кстати, то, что спрашивали, что лучше, кто, точнее, кошка или собак. Я, например, больше люблю собак. Не знаю, кошки как-то сами по себе. Вот. Ну, и закрытая школа мне тоже очень нравится. Там очень хороший партнер у меня. И все очень хорошие актеры. Вопрос Анфисе. Вот ты, по-моему, снимаешь сейчас фильм «Метро», правильно? Нет, он уже отснялся. Ну, как бы осенью. Ну, в общем, ты в нем снималась, да? А где лучше сниматься, в сериале или вот в фильме в самом? Я не знаю. Мне как бы, если я пойду на кастинг, то я везде пойду. Потому что интересно, это как бы, не знаю, просто сериал. Вот кино, оно это снялось, все это снялось. А сериал может продолжаться там. Если может хорошо пойдет, там еще сезон, еще, еще, еще. Ну, мне, еще фильм, это разные вещи, потому что сериал, там несколько дублей может сделать, и все. А там могут сказать, там еще можешь, еще, и так могут снимать целый день. То есть одну сцену растягивать. Ну, смотря где. Что мне нужно сделать на кастинге и на съемке закрытой школы? Кому адресован вопрос? Вам твоим. Ну, вообще, ну, я-то, я вам не обещаю, конечно, но я знаю, что вот есть у нас директор по массовке, Наталья. И если хотите, вот ВКонтакте отправляйте, вот, как бы, свои, как бы, если вы что-то, как бы, это хотите, ну, там, сниматься, ну, в массовке, походить, там, это на заднем фоне, там, махать всем ручкой, маме, папе. Это можно спокойно сделать, просто я могу дать, ну, как бы, вы скажете свой адрес электронной почтой, или вот я вам дам адрес электронной почты Наталье, и она, как бы, вот, вас продвинет там, массовку или куда вы хотите. Язык уже заплетается. Вопрос Анфисе. Кого ты считаешь для себя близкими людьми? Ну, вот, например, во-первых, друзья. У меня очень много друзей настоящих. Вот, это не то, что, не то, что кто-то рушит за мной за то, что я снимаюсь. Нет, это реально настоящие друзья. Вот с ними, например, я уже дружу 7 лет. Это мои самые лучшие друзья. У меня также очень много одноклассников. У меня много одноклассников, и еще те одноклассники, которые были со мной в первом, во втором классе. Также у меня много родственников, там, двоюродные братья, и тети всякие, и дяди. Вот, вот у меня кто в друзьях. А как вы обычно любите проводить свободное время после съемок закрытой школы? Тебе. То есть, как я провожу время свое свободное? Вообще, я сейчас вот как бы... Как так сказать? Ну, живу на даче в основном, да? Вот как бы люблю на даче тусоваться. Там я катаюсь на своем скутле. И вообще, там у меня мои самые лучшие друзья, понимаете? Это что-то такое внутреннее. Это вот мои настоящие друзья. Можно я скажу, чтобы их потом... Сказали их имена, ладно. Это Максим Лагутин, Витька... Витька, как тебя? Витька Герасимов, Настя Новикова, Ксюша Штанова. Это все мои друзья. Герман Титов. Ну, еще можно перечислять, вообще, конечно, до утра, но вот это вот мои самые вот близкие и лучшие друзья. Да. Да. У него нет, так что я отвечу. У меня замечательная собака. И очень интересная история, как я ее купила. В общем, мама уехала в Египет. Она мне ничего не разрешала. У меня до этого была крыса. Сейчас она, к сожалению, умерла. У меня еще одна крыса. Вот. И, значит, я ехала там, уже не помню с чего, в общем, с бабушкой в метро. Вдруг мы видим, там стоит такая милая тетя такая. И там милая такая пушистая собачка, просто с такими бусинками. В общем, у меня как раз были деньги заработанные. Я думаю, ой, а не купить ли мне собачку? Потому что мама мне обещала маленькую, знаете, такую чухахуа или ёрку, там лайт который. Вот. И, в общем, я уговорила бабушку. Это мне очень тяжело удалось уговорить ее. Она у меня такая, ух! И поэтому, в общем, мы привезли ее домой. Его, точнее, это он. Его зовут Фридрих. Это из мюзикла «Имя звуки музыки», в котором я играю. Вот. И, в общем, дома. Потом мама приехала через неделю. И, сами понимаете, у меня был шок. Немножко такой. Еще у меня есть крыса. У меня еще много было домашних животных. И шиншиллы, и кролики, и бурундуки. Бурундук, который выбросился из окна. Вот. Но он остался жив. Выжил, потом забрался на дерево и просидел там три часа. Вот. Еще у меня крысы, и морские свинки были, и кто угодно. В общем, все грызуны почти. Поэтому, в принципе, так у нас аллергия. Спасибо. 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 Спасибо.